После длительных выходных никак не получается собраться с мыслями. А после новогодние будни уже начались. Поэтому нам точно понадобятся лайфхаки, как собраться после новогодних праздников. Первое, что нам поможет восстановиться, это уборка. Среди посленовогоднего хаоса очень трудно принять тот факт, что уже пора работать. Поэтому первое, что стоит сделать, это убрать свою комнату. Хотя бы элементарно кровать заправить. Еще один важный лайфхак – начать вести ежедневник. Это поможет хоть немножко сориентироваться в посленовогодней суете. Тем более очень символично. Новый год, новый ежедневник, приятные покупки и все дела вместе. Ну или хотя бы те, о которых вы помните. Записывая важные дела в ежедневник, вы не просто сможете их более-менее запомнить, а еще и сможете вести учет того, что вы уже сделали. Это очень быстро организует вас и приведет в тонус. Еще один лайфхак для того, чтобы снять отечность после сна. Кстати, ведь ни для кого не секрет, что отсыпаться перед понедельником, после новогодних праздников никто, естественно, не будет. Поэтому мы будем снимать отеки. Простым способом. Я это буду делать с помощью двух ложек. Можно это делать с помощью пачей, свеженарезанных огурцов, пакетиков от чая. Но у меня, сделаем вид, что нет времени, поэтому я буду использовать две ложки. Кстати, те же манипуляции можно проводить, допустим, с кубиком льда, завернутым в салфетку. Но опять же, мы предполагаем, что у меня абсолютно нет времени собраться. Я только проснулась после новогодних выходных. Привести волосы в норму можно с помощью сухих шампуней, пудры для лица. Волосы можно уложить так, чтобы было менее заметно, что они не совсем первой свежести. В этом вам точно поможет сухой шампунь. Перейдем к использованию. Ну и несколько советов, которые будут полезны не только в посленовогодние будни, но и весь последующий год. Приводить себя в тонус лучше начинать с вечера. Раньше ложитесь, раньше вставайте. Обязательно завтракайте, ведь это то, что приводит в движение наш организм. Чтобы было легче собирать себя, в течение всего года больше гуляйте на свежем воздухе. Читайте книги, смотрите фильмы, отдыхайте душой и не загоняйте себя. Продуктивного всем дня и доброго утра!